Еще дальше. Борьба с депрессиями. Мне очень нравятся все эти рассуждения у него. Он говорит, что истинное основание нашей жизни – это вера, а не религиозность. Вы понимаете, что очень часто в депрессию впадают люди, у которых нет ясных оснований христианской веры. Я вам рассказывала, как Джон Весли проповедовал, священником был рукоположенным, и будучи все еще не верующим. Помните, как он встретился с марафскими братьями, увидел веру их на тонущем корабле и понял, что он просто маловерный человек. Помните, когда они сказали, Господь либо возьмет нас это хорошо, либо оставит нас это тоже хорошо. Пели гимны и полностью в руках Божьих себя ощущали. Он этого не знал, он этого не умел и понял тогда, что ему не хватает, он не был рожден свыше. Он считал себя верующим, он не был. Нет ясных пониманий основ христианской веры. Написано, что праведной верой жив будет. Начало. Здесь очень строго автор говорит то, о чем я сегодня уже говорила. Мы призываем к Господу, но мы не можем получить жизни по вере, мы не можем получить праведности по вере, пока мы не признали, что мы погибшие грешники. Вот в чем барьер. Грешник ли ты? О да, все мы грешники. У нас есть чудесный брат, покаявшийся еврей, Федор Самуилович. Сейчас он уже старый, слепой, с большой белой бородой. У него одна проповедь. Скольким людям он помог через эту проповедь? Тем, которые не очень уверены в вере, спасены, не спасены. Знаете, что он беседует с ними? Ты сознаешь или нет, что это ты распинал Христа? Никто, конечно, не сознает. Ты распинал. То есть, понимаете ли, он должен, он хочет довести до человека, до понимания, что дело не в том, что он блудил, воровал, крал там, понимаете ли, а он просит прощения у Бога, потому что он оскорблял, потому что он оскорблял Бога, он распял его сына. И как ни странно, такое служение очень результативное. Люди понимают, начинают просить прощения у Бога за то, в чем они виновны перед Ним. И у меня есть записанное, такой ученый был, Паскаль, в школе изучали даже. По физике. По физике, да. Он записал в свое уверование. Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Мой Бог. Я гнал тебя, я распинал тебя. Я ненавидел тебя, я презирал тебя, я гнал тебя. Господи, да не буду я никогда отлучен от тебя. Вы понимаете ли, почему написано, ранами его мы исцелились. Вот это вот, вы только вникните, ранами его мы исцелились. Вот то, что вот он кровавый, обезображенный, униженный, в терновом венце, а это наше исцеление. И если я в этом никак участия не принимал, то я не имею части с ним. Вы помните, как Господь сказал Петру, я омою тебе ноги, иначе части со мной не имеешь. Вот это удивительная тайна. Да не буду я никогда отделен от тебя. Именно потому, что я осознаю, что это я. Ведь вся беда в том, что в исторических церквах это всё как-то так, туманно. Вот евреи там вроде распяли, а евреи даже и не распинали, распинали язычники. Понимаете ли, римляне? Ты распинал. Где ты был, когда был крест? Ты где был в это время? Понимание твоей личной вины перед Богом. Что ты его противник, его ненавистник. И ты виноват в этом, и ты отрекаешься от этого. Без этого не может быть праведности по вере. Без этого не может быть веры в то, что он дал тебе свою праведность. Для этого надо соединиться. С ним он жертва. А ты причина его смерти. Так вот, поэтому, значит, начало этого основания веры, правильно, верой жив будет, грех. Признать его факт. Если иначе, у тебя будет ущербность веры. Я очень серьезные вещи говорю. Это связано с депрессией, с депрессивными типами, и с печальным состоянием многих верующих. Они где-то то ли недовозродились, то ли недопокаялись, то ли не до чего-то. Понимаете ли, что все не определено. Потому что у них должно быть все смазано и леем. Все тромбы, все непрощения, все грехи, все принесено, все отдано. У тебя открыто сердце для людей, для Господа, для жизни счастливой. Я очень многих встречаю. Вот что-то там неблагополучно внутри. Человеку очень трудно видеть себя. Ко мне приходили не только вдовы, ко мне приходили брошенные жены. Вот муж ушел. Чего хочет эта жена? Она приходит, чтобы я помолилась, чтобы муж к ней вернулся. Я говорю, и как? И все по-прежнему дальше пойдет? Или как? Вы понимаете, что ты хочешь? Чтобы все по-прежнему было. Я говорю, не будет так. Ты же должна увидеть себя. Почему он ушел? А как ты жила? А как вы поженились? А как вы жили? А как ты была? Как ты к нему относилась? Понимаете? То есть должно быть совершенно прирождение двух людей. А не так, что он ушел, пришел. Он же не за пивом побежал. Он ушел. Он не хочет жить. Тут, конечно, все это разные причины. Я говорю просто те случаи, когда я знаю, как жена вела себя. Человек не хочет меняться, не хочет каяться, не хочет видеть себя. А без этого не может у нас быть развитие веры и продолжение нашей собственной жизни. Вот. И никак здесь мешает еще на этом пути, вот правильно верой уже будет, основание веры, никак невозможно сравнивать себя с другими людьми. Я же не такой, как этот мытарь. Я не могу просто... Вы знаете, что мы вчера прочитали, что все человеческое смешно. Очень много смешно. Когда я прочитала эти слова, я очень много смешного стала видеть. Но это действительно очень смешно, когда этот мытарь в России говорит, я не таков, как прочие, как этот мытарь. Я даю десятину из там мяты и тмина и чего-то еще. И понимаете ли... А Господь говорит, если ваша праведность не превзойдет праведности фарисеев, не войдете в Царствие Божие. И, конечно, они должны остолбенеть. А что еще? Он из тмина, из мяты дает десятину, и он не крадет, и не... Что больше можно еще сделать-то? Господи, что ты еще от меня просил? Возьми калькулятор, и за все это можешь пропустить. А сердце? Вот. То есть, понимаете как? Совсем о другом. Господь, жить должен в твоем сердце. Это тогда другая праведность, которая не от твоих усилий, а праведность, которая... Божья праведность. Вот такая вещь. Поэтому не сравнивать себя. И личные твои достоинства в твоем спасении не играют никакой роли. Ни твое общественное положение, ни твои достоинства. Точно. Читала, перевела книгу, одна из первых переведенных книг у меня, называлась «Христианская семья». И там отец играет с детьми. Значит, вот эта комната, это как вход в рай. И самого маленького он помещает при входе в рай. И все хотят в рай попасть. Но им говорят, на каком маленький говорит, а на каком основании. И вот эта глава семейства начинает перечислять. Сколько он книг написал, сколько он студентов выучил. Ну, понимаете. А маленький малыш говорит, нет, не пускает его в рай. Пока тот не скажет, я ради Кради Христа хочу пройти. Единственный возможный путь. Такая очень назидательная история. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие. И хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Личное достоинство не играет никакой роли. Это нам очень трудно согласиться. Но есть же люди прекрасные, есть люди вот ужасные. Ну, как же это не играет никакой роли? Вы понимаете, для спасения это не играет никакой роли. Вот он рассматривает этот автор притчу о том, как Христос не исцелил сразу слепого, а в два приема, когда он помазал ему глаза и тот стал видеть людей как проходящие деревья. То есть он как-то вроде уже не слеп, но как-то вроде еще и незрячий. Так вот, кто он такой? И что он сделал? Христос мог сразу исцелить его. Он сделал это для учеников, чтобы они увидели как бы самих себя. Потому что они верующие. И Христос спрашивает, когда они заволновались, что лодка тонет, он спрашивает, где вера ваша? То есть вопрос в том, что вера у них есть. Но где она? Куда? Куда делась? Куда делась? Они не только убирались, они его упрекать стали. Ты же спишь, а мы твой. Да. Не жили тебе нужды, нет. Понимаете ли? Она есть, но где же она? Вот. И потом дальше. Вот они волнуются, что они тонут. Или они волнуются, что они хлебов не взяли. Когда он сказал, берегите закваски фарисейской. Только что он накормил там тысячи людей этими двумя хлебами. Ну почему они беспокоят, что они мало хлеба взяли? Ну не в этом же дело. То есть я говорю, что я согласна, что в человеческом, всё, что в человеческом, это всё смешное. Так что у нас есть вот ум, сердце, воле. Нельзя отвечать Богу только умом. Понять принцип спасения, это можно умом. Но отвечать нужно не только умом, но и сердцем. Наше сердце очень опасное основание, если без ума. Потому что у нас у всех есть тяготение к мистике. Понятно, о чем я говорю? К мистическому. Мы хотим какого-то видимого присутствия. Чудо. Чудо хотим. Но есть такая закономерность. Если человек пришёл к Богу под влиянием чуда, он всю жизнь будет искать чудес. Если пришёл под влиянием Божьего слова, он всегда будет искать Божьего слова. Понимаете как? Такая закономерность. Как кто пришёл. Вот. И Богу надо отвечать и волей, моя воля, что я хочу так или не хочу, и умом, и сердцем вместе. Затем Писание, вот вся Библия, она говорит нам о верующих, у которых проблемы. Вы согласны? Да. Вот так интересно. То есть это удивительная книга для нас. Я прошу Андрея на это обратить внимание. У всех у них проблемы. И Авраама, и у Моисея, и у Исаака, и про Якова уже говорить не приходится, и про Иосифа. Понимаете ли? А за Давида? То и о Давида, да. В Писании написано, чтобы утвердить верующих, у которых трудности. Бывает ложный мир, когда нет борьбы. Павел сказал, я первый из грешников. Так сказать может только христианин. Я самый главный из грешников. Я позже всех обратился, я гнал церковь. И дальше он добавляет, но милостью Божией есть то, что есть. Я потрудился больше всех. Это уже благодать Божия. Вот. есть еще депрессия бывает от напрасных сожалений о прошлом. Это называется по-русски говорят плакать о скисшем молоке. Ну уж скисло оно. Оно полезнее стало. Вы понимаете ли, об этом мы с вами много говорили, что какие-то в прошлом, что-то в прошлом, такое было, с родителями там было, все вот. Оно не смеет влиять на мою сегодняшнюю жизнь. У Павла есть чудные слова, я собираюсь их выписать и повесить у себя дома. забывая заднее, простираясь вперед. Заднее, но заднее. Там и осталось. Возвращаться туда и сожалеть о том, что ты чего-то не сделал или что-то сделал, когда ты уже покаявшийся, уже принятый Богом, уже в церкви, уже идешь в церковь вместе. И потом еще. Нам удивительные поучения в Библии даются. Там много описок депрессии. Знаете, еще, кто переживал страшную депрессию? Работники, виноградники, которые первые пришли и рассчитывали получить больше. не обещал, никто не говорил. Почему больше? Ну как же, мы больше работали. Там у него же у Господа нашего не бухгалтерия, он смотрит на сердце. И к тому же с первыми был уговор, договор. Они потребовали, видимо. А с последними даже и договора и уговора не было. Он дал, потому что он добр. Это его желание. И он может... В этой притче идет речь о благодати. О благодати. А как благодать можно измерять чем-то? Да. И уж невозможно измерять. Понимаете ли, Бог нам не должен ничего. Абсолютно. Так. Потом еще. Страх будущего. Страх это страшная беда. О страхе будущего написаны очень многие сказки. Вы знаете сказка про умную Эльзу? Она сидела и плакала. Что такое? Что случилось? Да вот я подумала. Вот выйду замуж я вот за этого соседского сына. Вот родится у нас сыночек. Вот пойдет он вырастет. Пошлет его отец там за пивом или за вином там в подвал. Он придет в подвал, а там висят эти косые топоры. И упадет коса на него и убьет этого сыночка. И она сидит и плакет. Она еще замуж не вышла. Она оплакивает того сыночка, которого еще нет, а он пойдет. Вот это в общем-то высмеивается наших страхей будущего. А будет вот то-то-то. Да. Да я просто вспомнил, что цыган такой же тип, что цыган вот куплю же ребенка же там. А да-да. Что будет? Да. Это написано так в Библии. Дал нам Бог духа небоязни. То есть это понимаете такой дух боязни он есть. Боязнь будущего? Или вообще в принципе боязнь? Вообще боязни будущего что будет? Боязнь мы боимся всегда не того, что было, а того, что будет. Не боязни, но силы и любви и целомудрия. Представляете, как? Сила, любовь, целомудрия. Я прочитала в Библии удивительные слова. Господь говорит, я воздам тебе за те годы, которые съела гусеница. Вы знаете, я это замечала. Многие люди, которые, наши братья, которые пострадали за Господа, их годы съела гусеница. как Бог воздаёт им долголетием, благополучием, благословениями. Понимаете, как? Это я видела в реальной жизни. Бог воздаёт за годы съеденные гусеницы. Бог предлагает, нам предлагает, апостол Павел предлагает, возгревать дар Божий. То есть, это речь идёт об управлении эмоциями. Возгревать дар Божий. Ты должен управлять чувствами и темпераментом. Не погружаться в самоанализ, не вызывать в себе чувства, а верить. Так. В нас есть ещё ложные учения, которые искажают нашу любовь к Господу. Это галатам особенно. Ложные учения тревожат душу, когда их не могут опровергнуть. Тут он много здесь примеров берёт из нашего времени. и проверка, стоим ли мы в свободе и в учении Иисуса Христа. Бывает и депрессия, когда люди устали от добрых дел. Вы понимаете ли, что откуда появляется такая депрессия у верующих среднего возраста? потому что они боятся, они устали. Надо просто отдохнуть. Это вопрос мы рассматривали с Ильёй. Ну и какие ещё причины могут быть? Могут быть причины депрессии как наказание. Господь освящает нас, это постоянная работа Бога. Он наказывает и Он объясняет это. И Он хочет, чтобы мы были там, где Он. Это всегда для блага. Мы наученные Богом. Очень важно, чтобы избежать депрессии, умение быть довольным. Мы говорили с вами о том, что быть благочестивым и довольным это великое приобретение. Это не то, что на нас падает. Это приобретение. Это мы приобрели за свою жизнь. Мы приучены так. Мы ведем себя так. И вы знаете, что Господь говорит, собирайте сокровища себе там, где воры не возьмут и гусеница не съест. Воры не подкопают, потому что очень шатко все умеет. И когда я с удивлением смотрю в этот кризис, олигархи все там могут пасть. говорят о том, что у нас не будет олигархов после кризиса. А люди простые, которые щи и каши, они так и живут, так и проживут, так и не заметят, что кризис был. Понимаете как? Это очень интересно. Вот. Мир Божий, не заботьтесь и учитесь быть довольными. Это филиппийцам специально так сказано. Филиппийцам 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 Филиппийцам